2-3 продукта, раз-два-три и все готово. За 5 минут шикарное блюдо. Привет, друзья! Мы продолжаем наше гастрономическое путешествие по всему миру. И блюдо солнечного Азербайджана у нас на кухне. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо, которое называется чихертма. Баклажан сначала надо почистить, но полностью чистить я его не буду. Теперь разрезаю пополам. И сделаю еще раз пополам, потому что у меня крупный баклажан, чтобы кусочки не были очень большими. Теперь баклажан надо посолить. Добавляю пару щепоток соли. И перемешиваю. И так оставлю баклажан минут на 15-20. Как только он даст воду, мы должны будем ее слить. Порежу лук полукольцами. И теперь нам еще понадобятся помидоры. Но вот, к сожалению, у нас в Эстонии не всегда можно купить хорошие, красивые красные помидоры. Я надеюсь, что он вкусный, но не очень красный. Ничего страшного. Порежу помидор кубиками. Баклажаны просолились. Теперь я их просто заливаю холодной водой. Немножко их надо промыть. Можно это сделать под проточной водой. Сделайте, как вам будет удобно. Так, слегка промыла. И немножко отжимаю. Вообще, друзья, если честно, я скажу, что я баклажаны, когда готовлю, никогда не солю заранее вот так и не жду, чтобы там с горечи вышло. Я не знаю, может быть, на удивление, у нас в Эстонии продаются хорошие баклажаны, и они не горчат. Все, друзья, идем жарить. Сковородка нагрелась, я наливаю растительное масло и выкладываю баклажаны. Теперь добавляю лук. Добавлю немного черного перца и немного соли. А теперь закрываю крышкой, и буквально 5-7 минут нужно, чтобы блюдо протушилось. Ну вот, уже лучок с баклажанами почти готово. Добавляем теперь сюда томаты. Закрываю крышкой и еще на пару минут, чтобы томаты приготовились. Теперь я разбиваю 2 яйца. Добавляю немного соли. И яйцо надо взбить. Ну что, баклажаны у нас тут почти готовы. Заливаю баклажаны яйцом. Так, перемешала и закрываю на пару минут. Давайте скорее пробовать. Очень люблю баклажаны, вообще в любом их исполнении. Здорово! Очень вкусно! Но все еще, как и просто, 2-3 продукта, раз-два-три, и все готово. За 5 минут шикарное блюдо. Можно использовать как соус, как гарнир подавать. Да, в принципе, и можно просто кушать как самостоятельное блюдо. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Не пропускайте наше гастрономическое путешествие. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Прошу к столу и приятного аппетита!